Здравствуйте! Это новости Дагестана. Меня зовут Фатима Муталибова. И коротко о главных темах этого выпуска. Размытые дороги. Несколько районов республики пострадало от проливных дождей. Подготовка детей по шести инженерным направлениям. В Махачкале открылся первый технопарк на базе средней школы Каванториум. 60 дагестанских спортсменов участвуют в фестивале культуры и спорта народов юга России в Крыму. Проливные дожди повредили дорогу сразу в четырех районах республики. Это Тлеротенский, Цунтенский, Цумаденский районы и Бежтенский участок. Повреждены дороги как республиканского, так и местного значения. Проливные дожди вызвали селевые выносы, скальные обвалы, размытие земляного полотна и другие последствия. На некоторых участках транспортное сообщение прервано. Сейчас там задействовано более 15 единиц тяжелой дорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики. В Агачауле обнаружена несанкционированная мусорная свалка. Сброс и складирование отходов происходит на земельном участке вдоль дороги общей площадью около 3000 квадратных метров. Площадь свалки постоянно увеличивается путем распространения мусора ветром. В главе села выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Свалки на землях сельхозназначения являются фактором, приводящим к порче земель и их учения качественного состояния. Земля сельхозназначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. В селе Муги Акушинского района завершили строительство врачебной амбулатории. Теперь более 4000 человек смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Лечебное учреждение возведено в рамках национального проекта здравоохранения. Двухэтажная амбулатория будет оснащена современным медицинским оборудованием. Также в ней будут созданы 4 палаты для дневного пребывания пациентов. Подробности в следующем сюжете. Строительство больницы началось в феврале этого года. Сначала заложили фундамент из быстро возводимых металлических конструкций. И уже через полгода новый социально важный объект был готов. Сейчас в больницу закупают современное оборудование. Одну жду в новом медицинском учреждении особо остро почувствовали во время пандемии. До возведения этой больницы у нас была амбулатория, приспособленная к помещению СПК, еще 50-х годов здания. Тем более во время пандемии, когда первая волна была, практически мы не могли нормальные услуги оказывать нашему населению. Для местных жителей это важное событие. Раньше приходилось вести прием в приспособленных сельскохозяйственных помещениях. Ахабис Матаева работает в селе медсестрой с 1975 года. А признается, что работники больницы нуждались в новом помещении. Ну как сказать. Мы работали, конечно, не в таких условиях. В одном кабинете работали. Потом нам дали помещение колхозное. Там работали. Ну, условия, конечно, не скажу, что у нас были все хорошо. Но работали мы всегда на передовую. В сельской местности особенно остро стоит проблема доступности первичной медпомощи. Во многих небольших селах нет ни ФАПов, ни амбулаторий. Жителям порой приходится ездить в райцентр, чтобы попасть на прием врача. По словам главы районной администрации, в скором времени планируется построить новые ФАПы и в других селах. В этом году, в 2021 году, у нас по республике 51 ФАП строится. Из этих 51 ФАПа у нас в Акушинском районе 5 ФАПов будет строиться в этом году. Также у нас готовится проектно-сметная документация для строительства поликлиники, районной поликлиники в селении Акуша. И есть на данном этапе, на сегодняшний день у нас готовится также проектно-сметная документация для капитального ремонта районной центральной больницы. Новая врачебная амбулатория полностью обеспечит потребность села. В сутки здесь будут принимать более 100 пациентов. Здесь и стоматология, процедурный кабинет и лаборатория. Также планируется установить оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это все для получения комфортной медицинской помощи. Патима Тканапова, Наталья Камбабаева, Магамед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ, Акушинский район. Новые условия и новый подход в обучении. В Махачкале впервые на базе среднеобразовательной школы открылся технопарк «Кванториум». В нем дети смогут применять на практике свои теоретические знания по шести инженерным направлениям. Подробности расскажет Карим Даниев. Технопарк «Кванториум» – это новая модель дополнительного образования детей и молодежи. Она направлена на раннюю подготовку кадров в инженерных сферах. Дети смогут заниматься по шести направлениям – биология, химия, физика, робототехника, хай-тек и IT. Открытие «Кванториум» конечно даст большой импульс в развитии целого качества образования. Так как и обычные уроки тоже будут проходить в этих классах, это даст детям большой толчок, углубленное изучение именно вот этих направлений и в целом для выбора дальнейшей профессии тоже. Это первый технопарк «Кванториум», созданный на базе среднеобразовательной школы. Он открыт в рамках федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования. Вам предоставилось в городе Махачкале учиться в часа первой школы, где даны такие исключительные возможности. Это серьезный образовательный центр, который действительно мне бы хотелось, чтобы вы полюбили туда ходить. На открытии технопарка присутствовали мэр Махачкалы Салман Дадаев и заместитель председателя правительства Республики Дагестан Нурад Казив. Для гостей была проведена экскурсия по «Кванториуму», а дети продемонстрировали свои изобретения и успехи. Хороший национальный проект, который по поручению президента у нас реализуется и позволит вам в первую очередь, а надеюсь, мы такие «Кванториумы» в технопарке будем открывать больше в Махачкале благодаря этому национальному проекту, и у вас будет возможность и у ваших сверстников, кроме теоретических знаний, конкретной практической навыки, получать с нашей школы, с чем я всех нас не поздравляю. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В центральной библиотеке Дербента проводится капитальный ремонт. Рабочие уже демонтировали старую крышу и штукатурку со стен. После вскрытия оказалось, что потолки не совсем устойчивы. Там прогнили балки, поэтому их тоже будут менять. По словам архитектора, при разработке проекта были учтены все требования и пожелания руководства учреждения. После ремонта библиотека превратится в современное общественное пространство. В здании заменят кровлю, окна и двери, обновят внутреннюю отделку. Подлинный старинный вид фасада здания будет сохранен. Для этого до оригинального размера будут восстановлены оконные проемы. Библиотека станет новым общественным пространством города Дербент. Читальный зал становится насыщенным, функциональным. Он будет совмещать в себе каворкинг-зону, зону для проведения лекций и мероприятий. Так как в фонде библиотеки сохранились книги из реального училища, и благодаря инициативе Дианы Гафизовны, директор библиотеки, здесь будет организован музей, посвященный старой книге. Конференция «Мир и согласие. Основа духовно-нравственного потенциала» прошла сегодня в Махачкале. Организаторами мероприятия выступил Союз женщин Дагестана при поддержке Миннация Республики и Женского центра Хидаят, Духовного управления мусульман Дагестана. В рамках конференции обсуждались вопросы роли женщины в современном обществе и сохранения духовно-нравственных ценностей. В мероприятии участвовали общественно-политические деятели, представители научной интеллигенции и муниципальных отделений Союза женщин Дагестана. За все 30 последних лет несколько изменились и взгляды, и нравы, и идеи. И поэтому, конечно, сегодня мы ставим вопрос из угла в угол, что духовно-нравственное воспитание, оно должно обязательно присутствовать, должно вестись, особенно среди молодежи, в молодежных организациях, начиная в первую очередь с семьи, а потом дальше, конечно, школа, образовательные учреждения и дальше. Новая молебная комната. Ее открыли в Дагестанском государственном техническом университете. В торжестве принял участие председатель Муфтиата Мухаммад Майранов, а также представитель власти. Экскурсию по месту для богослужения провел ректор ДГТУ Нурмагомед Сурракатов. Как сообщил ректор вуза, внутри учебного заведения есть цех, в котором изготовили необходимую мебель для молебной комнаты. Для совершения омовения подключена как холодная, так и горячая вода. По завершению экскурсии делегация совершила коллективную молитву. И о спорте. Соревнования в 13 дисциплинах стартовали сегодня в городах Алушта и Севастополь. На полуостров прилетели 15 команд участниц. Если в предыдущие годы в состязаниях участвовали только субъекты Северного Кавказа, то в этом году география фестиваля расширилась регионами ЮФО. Традиционно сборная Дагестана в числе главных фаворитов. Команда у нас по всем видам укомплектована в полном составе. Это 13 видов. Настрой команды, как всегда, мы настроены на лидерах, чтобы были мы всегда. Мы всегда и были чемпионами и призерами. В этом году тоже я уверен, что команда Республики Дагестан выступит достойно и надеемся, что будет тройки. На базе стадиона Крымский в Алуште уже завершилась предварительная часть в некоторых видах спорта. Так, в беге на 200 метров среди девушек бронза в аксиве у Махачкалинки Амины Хидербековой. Также удачно в борьбу за медали включились дагестанские лучники, шашисты и теннисисты. С разгромной победы турнирный путь начали наши футболисты. Многократные победители и призеры фестиваля со счетом 5-0 обыграли сборную Калмыкии и практически решили задачу выхода из группы. Наша команда считается, как одна из тех команд, которые больше всех выигрывали Кавказские игры. На нас настрой особый у каждой команды. А так, хозяева, хозяева команда, потом Ставрополь, я считаю, может быть, Чечня. Хорошие команды, которые могут составить нам конкуренцию. У вас какой настрой? У нас, как всегда, победа. Только на победу. В эти минуты продолжаются соревнования по баскетболу, борьбе на поясах, городошному спорту и шахматам. Итоги фестиваля будут подведены завтра. Настоящим украшением станет турнир по перетягиванию Канада. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на официальном сайте nnttv.ru Всего вам доброго и до скорых встреч!